Здравствуйте, на библейский портал Экзегет пришел вопрос, можно ли православным медитировать? Если кратко ответить, то нет, потому что медитация — это открытие своего духа силам, которые могут быть и обычно бывают враждебными к человеку, к падшим ангелам, к тем, кого мы именуем демонами или бесами. Христианская практика духовной жизни не знает медитации. Она знает только молитву как разговор личности человека с личным Богом от «я» до «я». Как один древний святой сказал, если не скажет человек в сердце своем «есть только Бог и я», не может спастись. То есть пока человек делает все, что угодно, кроме построения личной связи, кроме предстояния Богу, он и не начинает своего спасения, поэтому он не может спастись. А медитация — это совершенно что-то другое. Есть в практике духовной жизни молитвенном нечто похожее в православной — это тишина перед молитвой. Восстав с утра, постой немного мало в тишине, представляй себя пред лицом всевидящего Бога, подожди, донди же утишится вся чувство твоя. Но это не медитация, это наведение порядка. В богослужении это осталось в молитвенном кождении в тишине перед началом всеношного бдения. Кождение алтаря, священника вместе с дьяконом и с Ильи, иконостаса. Это нужно для того, чтобы собраться для разговора. Как, допустим, если вас вызвали в кабинет директора, вы собираетесь, средотачиваетесь, поправите на себе одежду, пригладите волосы. Вот это примерно то же самое, но это не медитация. А медитация — это открытие себя энергиям, духом и действиям, как предполагается, безличным. Но мы-то, христиане, знаем, что такого нет. Вы знаете, я могу привести пример святоотеческий, очень интересный, из другой сферы, из плотской сферы. Но он показывает, как надо к этим вопросам относиться. В древнем Патерике сказано, ученик спросил старца в воскресный день, можно ли выпить чашу вина, когда пустая. Она полагалась, напомню, что вино, которое использовалось во время Господа Иисуса Христа и во время древних монашеских общежитий, это не наше вино. Это сильно разбавленное горячей водой вино. Он говорит, можно. А вторую? И старец ему отвечает, если дьявола нет, то можно. То есть, ответ значит, нельзя, потому что он есть. Можно ли медитировать? Вот если бы дьявола не было, то было бы можно. Но он есть. И он, когда вы откроетесь ему, считая его некой безличной энергией, он зайдет в вашу душу и начнет там хозяйничать. Поэтому в тишине приготовившись, надо начинать молитву как разговор, как диалог. Мы надеемся на это, это от Бога уже зависит. Но начинать-то мы должны с Отцом Нашим Небесным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.